Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, сегодня пятница, и мы с вами продолжаем чтение книги Откровения Иоанна Богослова. Читаем с вами Апокалипсис. И сегодня мы с вами продолжим чтение 13 главы, вернее, завершим ее чтение. И сегодняшний наш отрывок будет начинаться с 11 стиха, а заканчиваться 18, то есть концом 13 главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И говорит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имея зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо это число человеческое, число его 666. Итак, дорогие братья и сестры, вот такой интересный отрывок сегодня перед нами. И он, конечно же, лежит в русле уже прочитанных нами глав 12 и первой половины 13 главы, где говорится о притесении христиан. И если в 12 главе говорится об этом в общих чертах, то в 13 главе разворачивается эта история в исторических подробностях. Итак, мы видим, что выходит из воды некоторый зверь. И образ гонителей христиан разворачивается в повествовании книги Откровения через образ двух зверей. Один из воды, другой из земли, земной. То есть мы видим, что в начале 13 главы Иоанн видит одного зверя, выходящего из бездны. И теперь перед нами второй зверь. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога. Мы помним, что Агнец тоже имеет два рога. Но здесь говорится, что это не как у Агнца, а подобный Агнцу, да, то есть Антихрист по факту перед нами. И говорил как дракон. Дело в том, что Антихрист – это тот, кто поставит себя на место Бога, на место Христа. Кто такой Христос? Да, одно из знаменований Христа в нашей богослужебной традиции, которая уходит корнями в предание церковное – это царь славы. Так вот, кто ставил себя на место Христа? Земной царь. Враг христианства здесь действует через Римскую империю, через культ Кесаря, через культ Императора, о чем мы читаем, собственно, в тексте. И это прям видно сквозь эти строки. Он действует перед ним со всей властью, перед драконом, да, потому что дракон, то есть Сатана, даровал власть этому зверю действовать так, как он действует, то есть гнать христиан. Поэтому видим, что вот эта римская власть, она сатанинская по факту власть. Он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, которого смертельно рано исцелело, и говорит великие знамени, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Что это за чудеса? Ну, конечно же, это прежде всего то великолепие внешнее, да, тот пафос Римской империи, который просто завораживал, как будто околдовал людей. Действительно, если почитать культурно-исторические труды на тему, как жил Рим, действительно, многие современные города выглядят тусклыми и серыми по сравнению с тем, как выглядел Рим. И он действительно поражал внешними какими-то такими, механическими, в кавычки поставим, да, чудесами, и поражал воображение. Но в ответ он требовал многого. Отречься в пользу Рима от всего, что ты имеешь. То есть потерять свободу. И для христиан прежде всего, потому что мы смотрим на этот текст с позиции христиан, для христиан это прежде всего было отказаться от Бога, то есть потерять все, надежду на спасение. И дано было ему вложить дух в образ зверя. Здесь еще раз показывается, что вот этот зверь исполняет волю дракона, волю сатаны. Этот зверь это есть Римская империя. И это есть культ римского императора. И этот зверь как раз таки выполняет здесь функцию такого официального пропагандиста, да, который пропагандирует эту Римскую империю, ее власть, ее могущество. И, конечно же, призывает всех поклоняться этому могуществу. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Видим вот эту вот машину репрессий, которую запускает первый век против христиан, который будет несколько веков так или иначе с той или иной интенсивностью действовать. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание. Помните, мы говорили печать? Господь полагает на верных своих рабов печать. А здесь начертание. Разные используются слова. И куда полагается? На правую руку и начало их. Здесь нужно понимать, что речь идет не о историческом факте, что непременно обязательно всем будут полагаться некие печати на руку и начало. Нет. Но берется расхожий образ. Римская империя клеймила своих рабов, воинов. То есть ставила некое клеймо Римской империи. Что это собственность государства, собственность империи. То, что этот человек принадлежит. Буквально это вещь государства. Соответственно, было вот это начертание. И это такая метафора, которая показывает, что человек будет полностью в руках государства. Полностью ему принадлежать без свободы и права выбора, который был важен для христиан. Выбора исповедовать Христа Богом. И не поклоняться римскому императору. Как Богу. Итак, будет положено некое начертание. На чело и на руку. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Соответственно, мы видим не только физические репрессии, но и экономические репрессии. То есть человек выдавливается из социального поля общества. И далее говорится здесь мутрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. И вот на эту тему сколько копий было сломлено, сколько различных домыслов существует по поводу этого числа. Здесь расхожая игра слов. Гематрия или геометрия по-гречески, это искажение греческого слова, которое было излюбленным действием в античную эпоху. Как в эллинской культуре, так и в иудейской культуре. Все этим занимались. Дело в том, что не было тогда арабских цифр, и были либо римские, либо писали цифры, обозначались буквами. И каждой букве было присвоено числовое значение. И очень важно было, сложение некоторых букв дает определенную сумму, определенное число. И вот те, кто понимал, написано же здесь мудрость, то есть догадайся, расшифруй этот шифр, было число 666. В некоторых рукописях, которые представлены меньшим количеством, но все-таки они представлены, это не число 666, это число 616. Если мы складываем буквы в определенном порядке, то мы получаем имя Каллигула. А если мы складываем 666, то получаем имя Нейрона. Но в конце первого века, когда писался апокалипсис, было неактуально зашифровывать имя Каллигулы, а все-таки имя Нейрона, оно было ближе, гораздо ближе к написанию, ко времени написания апокалипсиса. Поэтому, скорее всего, здесь зашифровано именно имя императора римского Нейрона, который первый воздвиг большие гонения на христиан после того, как Рим сгорел. Соответственно, дорогие братья и сестры, будем обращаться к священному писанию, будем вдохновляться его чтением и будем очень внимательны, подходя к тексту с разных сторон, используя разные инструменты для понимания. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем священное писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова